Вообще этой темы, да, здесь я сразу акцент делал на том, что есть принципиальная разница между темой вообще алкоголя и его злоупотребления, и алкоголя, который употребляет молодежь в основном в связи с такими культуральными особенностями, да, своими и, в общем-то, скажем так, больше тут социально-психологические аспекты. Поэтому я именно постараюсь вот такие моменты освещать, которые касаются не уже последствий длительного употребления, да, это зависимость, которая выливается уже в болезнь, а именно о последствиях и мотивах, способах употребления молодежи. Так, все меня слышат, да? Я вот тут читаю, читаю, пока не вижу ваших отзывов. Все, ну вот начинают, да, все отзываться, участники, что все нормально. Мы начнем просто с общего такого понятия, которое, ну, мне нравится, я его стараюсь давать, в общем-то, и школьникам, и уже специалистам, чтобы понимать, из чего мы исходим. Мы исходим из того, что психоактивное вещество, да, или наркотическое вещество, это такое вещество, которое меняет нормальную работу головного мозга, да, то есть оно изменяет работу, ухудшает, мешает работе полноценной головного мозга. Вот этот, ну, акцент я хотел бы сделать, то есть чтобы мы понимали, в чем отличие, вот, именно воздействия. Ну, то есть упрощенно, конечно, мы к этому подходим, но для того, чтобы понимать, во-первых, что происходит, да, в основном, в чем опасность. И, опять же, тут кроется и сама суть потребления, да, то есть для чего люди, скажем, ну, как бы, по сути, в таком воздействии на организм курят или пьют. Ну, не для того, чтобы, да, повредить своему организму, естественно, а для того, чтобы именно и было вот это вот воздействие на психику. То есть, поэтому они и называются психоактивные вещества. Так, пошли дальше. Ну, и, понятно, основные группы, если да, мы будем рассматривать никотин, алкоголь, нелегальные наркотики, медпрепараты и токсические вещества. Ну, понятно, по социальному воздействию тут явно понятно, что алкоголь у нас, да, лидер. Так, так как мы будем говорить дальше, почему. Почему? Ну, я, например, часто в молодежной аудитории говорю, что поднимите, пожалуйста, руки те, кто из ваших, вы знаете, что из ваших друзей употребляют, например, там, наркотики типа, не знаю, там, например, морфин, да, или, там, какие-то медицинские препараты. Это будет какое-то, там, одна-две руки на сто человек. И то, может быть, это даже, кстати, ребята, которые слышали об этом. Говорю, а теперь поднимите руки те из вас, кто знает своих друзей, которые употребляют алкоголь. То есть, очевидно, вот именно доступность алкоголя, да, его, в общем-то, толерантное отношение в обществе к его употреблению и традиции употребления. Воздействие, понятно, алкоголя, это препарат, он, в общем-то, меняет настроение, в первую очередь, воздействует на эмоции. Люди могут себя по-разному ощущать, от разных доз, это зависит от самой личности человека, от его обмена веществ, то есть, несколько, конечно, факторов, основно полагающих, но, в принципе, в общем-то, люди, ощущая на себе уже его воздействие, именно ощущают какое-то такое изменение настроения, психики, эфорическое воздействие. Ну и понятно, что так как это такой, как бы, в какой-то степени легкий антидепрессант, то и воздействие на эмоциональную сторону чаще всего такое, скажем так, эфорическое. Ну вот, я бы обратил ваше внимание на то, как мы можем определить, кто впадает в зависимость от алкоголя, да, или кто склонен к употреблению. И вот дальше идет вот характеристика личности, да, вот такая, недостаточно организованные, легко подаются внушению, попадающие под влияние других, ранимые, непредпособленные к жизни, инфантильные, желающие уйти от действительности, не умеющие, не способные перенести жизненные невзгоды. И вот теперь не будем абстрактно смотреть, да, а повернем это ближе к подросткам, да. Похоже, это больше присуще даже именно подростковым группам, да, людям, которые вот среди подростков находятся. Конечно же, да, то есть вот эти вот все характеристики, они относятся к подросткам в большей степени, даже к молодежи, и как раз исследования при британских ученых показывают, что дети, подростки именно часто собираются в компании с целью напиться, понимаете. То есть у них вот именно уже есть эта такая псевдокультура, да, такая своя внутренняя, локальная. И вот при наличии такой уязвимости вот по этим характеристикам дети употребляют алкоголь. И как, если говорить на уровне общества, да, фактически даже многие вот специалисты, наркологи, психологи, психотерапевты отмечают, что фактически в нашем обществе, да, там создан алкогольный культ. Причем именно, если брать, да, и вот восточную Европу, северо-восточную Европу, то есть это страны, где этот алкогольный культ, в общем-то, принял, наверное, самые такие яркие черты. Тут связано, конечно, и с самой культурой определенного образа, да, там склад даже, можно сказать, социальные, социально-политические, и, там, люди, да, долго, когда в угнетенном состоянии, в состоянии, там, таких, от которых ничего не зависит, которые малоактивны, среди них больше распространено это, да, и, ну, культуральные, большая терпимость, большая вероятность, вот, именно снисходительного отношения к пьяным. То есть это все, вот, относится, много традиций, застолий с тяжелыми выпивками, с опьянениями. Это вот все создает алкогольный культ, да, который, в общем-то, впитывают дети, да, то есть они у нас это перенимают быстро, да, из общества, или, как бы, видят это, видят что-то в этом привлекательное, и для них эта атмосфера становится, бывает, родной, или такой, что вполне она, ну, приемлема, и экспериментировать начинают рано с, именно не только с выпивкой, а и с напиванием. Значит, ну, хотел бы тоже, вот, показать как раз слайд, который подтверждает высокое употребление, видите, вот, страны, это, конечно, тут немножко мелковато вам, ну, сам принцип, как бы, картирования вы видите, вот. Много употребления в северных, конечно, странах, да, Европа, Восточная Европа, Россия, тут вот, Украина, Белоруссия, и тут страны, ну, и Франция сюда входит, там, Германия, но структура потребления еще разная, тут нету классификации именно по структуре, но я об этом еще чуть позже скажу, вот. Но главное, что, видите, Украина входит в число стран самым высоким уровнем потребления алкоголя, ну, то есть, вот, структура массивной эпизодической употребления, вот эта вот форма наиболее распространена вообще у нас, и в том числе, конечно же, среди молодежи. То есть, они наиболее, можно сказать, такие активные, активные участники этого массивного эпизодического употребления. Ну, вот, например, если говорить об исследованиях, которые у нас проводились, вот-таки в социальном плане, да, то, видите, что употребляют мужчины трудоспособного возраста, вот, ну, скажем, основа зрелого возраста больше всего, да, женщины чуть моложе категория, проживающие в юго-восточном регионе, то есть, это такие промышленные регионы, где, в общем-то, много городов и много людей, работающих в организованных коллективах, скажем так, да. Ну, а если брать женщин, особенно вот во время беременности, да, или перед беременностью, видите, тоже тут есть определенные склонности, это одинокие, проживающие в гражданском браке, раздельно проживающие, имеющие меньше детей, менее образованные. Ну, то есть, вот эти характеристики показывают, что понятно, что среди всей массы есть более уязвимые группы, более уязвимые и по возрасту, и по социальному положению. Ну, тоже проводились вот исследования по тяжести употребления, и я вот считаю, что нам, как людям, которые там с молодежью работают, или которые вот обращают внимание на проблему употребления алкоголя, как раз должны мы понимать и видеть там, где речь идет о злоупотреблении, да, то есть в большом количестве употребления, там, где напиваются, там, где именно молодые группы. И вот хорошо, что есть такие исследования, которые показывают, например, вот среди беременных женщин, видите, употребление. Значит, в месяц зачатия, видите, употребление фактически, да, там, 55% показывает, что женщины подвергают себя и свой плод риску развития фитального алкогольного спектра нарушения. Фитальный алкогольный синдром более часто раньше употребляли, но сейчас специалисты акцентируют внимание на том, что этот спектр, он более широкий, чем просто фитальный алкогольный синдром, и поэтому уже в медицинской практике употребляется понятие фитальный алкогольный спектр нарушения. Причем, почему вот именно в первые месяцы, дни зачатия, потому что в это время формируется нервная трубка плода, и как раз алкоголь, он может воздействовать на развитие этой нервной трубки, и тогда ребенок рождается с этими признаками. Это не обязательно какие-то тяжелые признаки, это, конечно, там не болезнь Дауна, но, к сожалению, фитальный алкогольный спектр нарушения встречается намного чаще, в сотни раз чаще, чем синдром Дауна встречается, и вот как раз алкоголь этому очень способствует. Поэтому тоже тезис по поводу того, что или женщина, если позволяет себе выпивать, значит, она пользуется контрацептивами, если она живет половой жизнью, да, то есть контрацептивы или алкоголь тогда себе позволяет, или она не позволяет себе алкоголь, если не пользуется контрацептивами, живет половой жизнью, или планирует зачать ребенка. То есть вот это тоже такой тезис, который мы отрабатывали с нашими коллегами, акушер-гинекологами, чтобы они обязательно обсуждали это с женщинами на приемах. Вот. Должно быть все-таки очень такое четкое понимание, естественно, в первую очередь у медицинских работников, и очень четкое понимание у самих женщин репродуктивного возраста, что такое репродуктивная функция и алкоголь для них. Массивное употребление, бинч-дринкинг, это будет у нас еще встречаться в нашей с вами презентации, это тяжелое употребление, да, массивное, тяжелое употребление, ну вот с английского бывает даже не переводят, а так и говорят, бинч-дринкинг. Это считается, когда за два часа употребляется больше четырех доз алкоголя для мужчин и трех доз для женщин. Это считается тяжелое. О дозах мы тоже с вами поговорим позже. Вот дозы, да. Ну вот одна доза, вот вы видите слева, вот здесь обозначена. В разных странах вы можете разную увидеть градацию, например, будет не 25 мл, как у нас, вот в Украине, вот где-то наркологи взяли, показали 25, американцы показывают 40. Ну, я специально, хоть сами не употребляю алкоголь, но перед нашей встречей померил стопочку, что такое стопочка, да, там рюмочка. Ну, в основном вот рюмочки, они все где-то на 50 мл рассчитаны. Поэтому, понимаете, человек же не будет отмерять 25 мл или 40 мл, да. Ну, 40 просто ближе к реальности, потому что если не до верха, до венчика наполнить стандартную рюмку, это будет 40 мл. Значит, вот, понятно, 40 градусов такое, или один бокал вина тоже зависит от крепости вина, где-то, может быть, написано 120 мл. Потому что, понимаете, почему начинают разбираться в этих дозах? Потому что, когда за основу берут вообще, вот, ну, скажем, такую рекламу социальную, то, например, в Британии проводили такую кампанию. Бигборды напечатали, на которых написали, что женщинам рекомендуется не больше одного бокала вина, там, где не употребляют. И потом опросили женщин, как они интерпретируют вот это понятие, и что такое для них бокал. Для каждой женщины бокал – это был очень разный объем. Потому что, понятно, бокалы разные бывают, да, и для кого-то это будет действительно 100 мл, а для кого-то это и 200 мл будет, если большой бокал. Вот, поэтому. Ну, и пиво где-то 330 мл, да, вот, средней крепости, как говорят в пиве. Вот, и вот, поэтому, исходя из этого, тяжелое употребление – это 5 и больше доз, да, больше 4 доз для мужчин, то есть 5 и больше, вот, или для женщин 3, больше 3, то есть 4 и больше. Но, ну, здесь как бы показано просто, чтобы перевести. Это важно, опять же, для чего эти дозы знать? Значит, важно тогда, когда человек, там, например, проводит тест-аудит, или самотестирует себя, или проводит кто-то из специалистов. Такой есть и тест на употребление алкоголя. Есть короткий тест-аудит, есть полный тест, но они в интернете доступны, их можно найти прямо по аббревиатуре вот, аудит, как, ну, по-русски так его называют. Аудит, наверное, по-английски, не знаю, как даже выговорить, но, в общем, тест-аудит. И когда человека спрашиваешь, как вы пьете, то надо понимать и перевести это в дозы, потому что вам же человек не будет называть, я пью дозу. Он вообще обычно скажет любой человек, который употребляет алкоголь, он скажет, ну, как все, да, там, или меньше, чем все, там, не как принято, меньше, там, мало пьют. Ну, то есть как-то он так будет выражаться, да. Ну, даже, кстати, кто злоупотребляет, он вряд ли вам скажет, что он пьет больше других, да. Он скажет, пью как все. Так вот, чтобы пью как все все-таки извлечь из этого информацию, надо нам ориентироваться на дозы. Но я вас предостерегаю от того, чтобы на дозы ориентироваться для того, чтобы рекомендовать, какие дозы употреблять. Потому что, когда мы говорим, например, врачи говорят, что вот, значит, можно употреблять до 14 доз алкоголя в неделю для мужчин и 9 доз для женщин, то, представляете, как может это интерпретировать человек, который это услышал от врача. Он будет интерпретировать так, что врач рекомендует употреблять, еще и может в кавычках перепутать и сказать 14 доз, да, водки там, или 14 рюмочек или стаканчиков, он скажет, стаканов. Вот, то есть это дозы, на которые ориентируются, и если превышают эти дозы, то, скорее всего, это уже злоупотребление. Если не превышают, это не значит, что все нормально и надо употреблять, потому что очень много ограничений. Ну, например, первое физиологическое ограничение, да, это то, что все-таки рекомендуется, что до 22-25 лет не употреблять алкоголь вообще, так как у людей развивается еще нервная система головного мозга, да, еще развивается, и алкоголь, вот, писали даже исследования, проводили по подкорковым структурам мозга, гиппокамп при напивании у студентов, он и молодежи, он сморщивался, то есть при просто однократном тяжелом употреблении. Поэтому алкоголь, вот, да, желательно не употреблять. Если человек и дальше не употребляет, то и его мы не стимулируем к употреблению вообще. А те, кто выпивают, тоже я еще раз дальше буду на этом отсидировать внимание, мы говорим так, не доза, которой вам можно, а чем меньше, тем лучше. Потому что есть люди, которые принимают препараты, например, многие препараты нельзя совмещать с приемом алкоголя. Некоторые препараты или при гипертонической болезни вообще нельзя алкоголь принимать. То есть много ограничений. Поэтому вот мы должны аккуратно с этими вопросами. Ну вот здесь вот, к сожалению, я вижу, тут у нас в основном украинская аудитория, да. Значит, вот вы видите здесь стандартные дозы. То, что я говорил, да. То есть видите, так мы оставили 21 год, потому что желательно. Юридически у нас, конечно, с 18 лет можно покупать. И, в общем-то, про употребление никто не ограничивает как бы до 21. Но, в общем-то, физиологически, конечно, хорошо, что 21 год. Этот возраст принят в Соединенных Штатах Америки, во всех штатах. Вы, может быть, помните, в начале 90-х была такая информация, что задержали дочку Буша, который был тогда президентом Соединенных Штатов, за то, что она в баре пила пиво. Задержали ее полицейские. И ей не было 21 год, она была там студенткой колледжа. Ей присудили исправительные работы, в которые входило в том числе прослушивание лекции о вреде алкоголя. Причем, так интересно это событие прошло, что, ну, во-первых, можем себе представить, да, культуру этого всего момента, что не было здесь никакого удивления по поводу того, что это за полицейские, которые задержали. То есть, это была вполне рутинная работа для них. Вот. И, как бы, никто ничего не оспаривал. То есть, девушку задержали. Ну, вот, еще одно такое, как бы, ориентир опасного употребления, да, это тоже, как бы, вузовские, вузовские такие подходы. Вот, я говорил, да, о 15 дозах, 15 и больше доз, это уже считается злоупотребление, опять же, для здоровых людей и так далее. И, когда, видите, здесь идет именно речь о том, что вот эти дозы показаны как опасное потребление, когда уже человек превышает их, то это опасно. Ну, а вредное это просто вот систематическое употребление больших доз, да, то есть, мы говорим о том, что чем меньше, тем лучше этот тезис. Ну, конечно же, самое главное, да, в психоактивных веществах воздействие на головной мозг и алкоголь очень хорошо с этим справляется. 30% всего алкоголя, который поступает в организм, в кровь, он поступает в головной мозг. Концентрация алкоголя, если в крови взять за единицу, то в печени это будет 1,45, а в головном мозге это будет 1,75. То есть, концентрация в головном мозге наибольше в спинномозговой жидкости, ну, естественно, в мозге. Мозг не соединен напрямую с кровеносной системой, да, он соединен именно с помощью спинномозговой жидкости. Поэтому вот на это надо обращать внимание, что спинномозговая жидкость концентрирует алкоголь и сама ткань мозга. Ну, и при сильном напивании считают специалисты, что может погибнуть где-то до 15-20 тысяч клеток. Причем, когда я это молодежи говорю, и говорю о том, что у нас где-то их 17 миллиардов, то они сразу начинают вычислять, типа, какой запас напивания, да, есть, если 17 миллиардов разделить на 20 тысяч. Но, на самом деле, эти подсчеты все очень условные. Сам факт говорит о том, что раз есть гибель нейронов от воздействия алкоголя, то это, конечно, очень плохо, потому что нарушаются связи между клетками головного мозга. Вот. Ну, правообращение тоже нарушается, да, больше склонность к тромбообразованию, также ухудшается питание сердечным, мышцы, доставка кислорода. Вот. Ну, и алкоголь, он высококалорийный, но в то же время он не есть продуктом питания, поэтому он усугубляет как бы проблему лишнего веса и стимулирует аппетит. Тоже надо об этом не забывать. Так как в основном у людей сейчас склонность к повышенному весу, к ожирению, то это фактор тоже немаловажный. Вот. Ну, и мы уже о остальных факторах говорили с вами. Ну, признаки привыкания есть разные даже самотесты. Ну, вот, там один из таких, вот, видите, это всякие употребления спиртного в одиночку в течение двух-три дней подряд, выпивки там на работе, да, ну, то есть это, опять же, трудно бывает человеку, который злоупотребляет саму критически к этому подойти, но, по крайней мере, это может его натолкнуть, его окружение на то, что что-то уже не в порядке, да, вот, когда вот эти вот вопросы уже становятся положительными, да, на эти вопросы он может ответить, да, или там резкое, но продолжительное повышение так, сейчас появление после, так, ну, вот, например, появление там проблем на работе, неспособность отказаться от предложенного алкоголя, проблемы, которые появляются в отношениях в семье, на работе из-за того, что человек выпил, то есть, это, конечно, такие уже очевидные признаки того, что у человека могут быть проблемы с алкоголем. Ну, вот, если говорить ближе именно к медицинской терминологии, да, то это вот так будет выглядеть, что такое алкогольная зависимость, да, лечение компульсивное, да, то есть, такое волнообразное, нарушение контролировать употребление, да, синдром отмены, как и у всех психоактивных веществ, ну, повышенный порог толерантности, это понятно, да, ну, и вот такая акцент на именно желание выпить, которое превышает другие потребности, вот, ну, и меньше чувствительность к алкоголю и игнорирование очевидных фактов о том, что человек злоупотребляет, поэтому, вы, наверное, знаете, программа успешно уже 80 лет отмечали в прошлом году создание общества анонимных алкоголиков АА в мире, да, в Соединенных Штатах один нарколог, врач и его товарищ, они организовали консультации, сами злоупотребляли и вот с тех пор это успешно пошло по миру, мы вот прошлые выходные отмечали в Киеве, 28-ю годовщину этого общества приехали из разных стран Европы участники, то есть так поддерживали мероприятия, то есть видите, смысл даже заложен в самом названии анонимные алкоголики, то есть человек, когда вот представлялся на конференции между собой вообще он говорит я алкоголик Васа, я алкоголик Григорий, то есть человек признает, что он алкоголик и он даже когда уже не пьет он продолжает так себя называть. Ну и вот мы опять сакцентируемся давайте на молодежи, видите к чему приводит употребление алкоголя среди молодых мужчин от 15 до 29 лет самая высокая смертность именно от напивания от алкоголя наибольшая в этой возрастной группе смертность остальных причин еще нету таких последствий то есть они еще физически достаточно здоровы употребление алкоголя умирает от чего же они умирают ну естественно это не от того что они спиваются и у них алкогольная интоксикация а именно из-за алкогольной интоксикации у них изменение сознания более рискованное поведение как я называю тестостерон плюс алкоголь гремучая смесь в крови когда тянет на подвиги на рискованное поведение и человек получает травмы несовместимые с жизнью травмы автодорожные аварии несчастные случаи преступления часто совершаются особенно бытовые преступления очень много именно в состоянии алкогольной опьянения уже не говоря о нежелательной беременности вил инфекции ВИЧ точнее и инфекции которые передаются половым путем то есть проблем сразу много возникает именно с напиванием молодежи ну вот если говорить о употреблении алкоголя которые подтверждаются социологическим исследованием то мы как раз можем говорить о том что международный исследовательский проект как раз который организовывает у нас институт социологических исследований имени Ременко и Центр знаний которые находятся здесь то вот они периодически участвуют в этих исследованиях международных по Украине проводят и вот наши данные видите за 14-й год это последнее исследование сейчас готовится следующее уже ну вот давайте сакцентируем на этом внимание состояние опьянения впервые ощущают видите подростки в 13-14 лет то есть я специально выборку сделал по видите состоянии опьянения там четвертая часть подростков хотя бы в жизни были пьяными вот это важное что-то не так просто что кто пробует ну там пробуют употребляли там раз в месяц это все как бы такое знаете ну пробовали это там 95% да там или 90% ну смотря в каком возрасте ну то есть это данные не такие важные как важные вот эти составляющие именно опьянения ну и сравнение по странам идет на сайте ВОЗ вывешивает эти данные HBSC вот это исследование тоже показывает ну больше всего среди подростков употребляют в таких странах как Чехия кстати тоже вот традиции употребления пива такой культ пива к этому приводит конечно тоже очень способствует этому видите если люди как бы в возрастном состоянии там может быть злоупотребления такого и нету по сравнению с другими странами скажем что есть выше да но все-таки среди молодежи получается это очень фактор серьезный то есть культ реклама пива дает о себе знать но Украина там не на первых местах ну и конечно не на последних Россия Молдова тоже где-то все там рядышком где-то в районе 10-12 места по Европе вот но важно что видите среди десятилетних уже 6% были пьяных да то есть это десятилетние это не не первая проба алкоголя а это уже были пьяные и 61% уже среди 17-летних да то есть как резко возрастает причем большинство подростков были пьяными до трех раз то есть знаете не так просто случайно много выпили это значит у них уже была эта цель у них был такой настрой они уже этого хотели и этого добивались да напивались ну и вот тут тоже интересные данные на протяжении последнего месяца состояние опьянения ощущали в среднем 8% подростков ну вот 20% среди 17-летних то есть эта цифра тоже у нас вызывает особенно то что мы говорим на протяжении последнего месяца то пятая часть 17-летних вот состояние отлиния не ощущала ну а от 1 до 3 раз в жизни да среди подростков вот 47% 17-летних да это в течение жизни это им 17 лет да а 15-летним да понятно что в течение жизни 30 раз то есть достаточно высокие цифры основные в какие установки да я сейчас на них сосредоточу значит мы говорили о том что чем меньше тем лучше да вот этот тезис второй а первый тезис ну когда обычно традиционный вопрос задают скажите пожалуйста там с какого возраста там можно употреблять желательно употреблять да алкоголь так вот ну я так в шутку иногда говорю что понимаете 18-летний возраст когда юридически можно покупать алкоголь сигареты и презервативы да не определяет что 18-летие свое надо отмечать именно так да побежав в магазин купив это все и и праздновать то есть конечно возраст лучше не называть потому что там сказать что после 21 года да можно пить или там после 18 но как-то это в любом случае это как стимулирование к тому что выпивает тем более что подростки особенно если да говорит там ну вот 18 лет можно уже да то 16-летние по своим ощущениям скажут что ну я себя ощущаю взрослым я не понимаю чем я сильно буду отличаться через 2 года то есть мне 16 я отвечаю за себя я хочу сейчас выпивать то есть от нас как от специалистов как от родителей как от бабушек дедушек от дяди тети не должно звучать вот именно возраст с которого можно подрастешь и будешь пить то есть мы говорим о том что если человек вообще не будет пить это для него лучший выбор если он позже узнает вкус алкоголя чем позже тем лучше это нормально это хорошо хорошо для его психики в первую очередь хорошо для его личностного развития и возможность создавать вокруг себя среду единомышленников в этом вопросе трезвенников людей которые разделяют эти ценности то есть тогда человеку легче сохранять этот образ жизни когда он сразу себя как бы позиционирует тем которые не интересуются пьянками не интересуются злоупотреблением и употреблением даже ну и вот тоже тезис экспертов ВОЗ что тем кто не употребляет алкоголь не рекомендовано начинать пить ни в каком возрасте тоже мы об этом уже говорили но я вот акцентирую на этом внимание потому что вы знаете есть страны с мусульманские с религиозными вот такими как бы ориентирами на трезвую жизнь и у них уклад жизни от этого никак не страдает да от того что они не пьют ну и и так далее часто приводят как негативный пример времена там перестройки и тогда такого движения за трезвость но я вам скажу что тут надо разделить в чем негатив и в чем позитив негатив был в том что это все спускалось сверху от руководства которое уже было как бы критически непопулярно да и когда как бы все все что директивное все что ломало уклад жизни людей воспринималось негативно а это резко ломало уклад людей некоторых то есть и положительная сторона в том что даже вот эти меры которые не вполне срабатывали там да на сто процентов но все таки в большинстве работали сократили резко травматизм это четко увидели специалисты что травматизм производственный бытовой резко упал ну и другие показатели я сейчас так точно вам не приведу уже примеры именно на сколько но это было существенное улучшение вот поэтому к тому что в обществе конечно же необходимо консенсус находить законодательные мы об этом будем говорить тоже вот мне нравится вот такой тезис который звучит в документах ВОЗ все люди которые не желают употреблять алкоголь или которые не могут это делать по состоянию здоровья или другим причинам имеют право на защиту и принуждение к употреблению алкоголя и на поддержку в своем поведении который характеризуется неупотреблением спиртных напитков впервые это еще в 90-х годах звучало в Харте против алкоголя но потом вот в 2002 году министры здравоохранения европейских стран собирались на такую конференцию по проблемам употребления алкоголя молодежью и вот сделали одним из пунктов этой декларации вот этот пункт которые я считаю важны в плане акцента на изменение отношения к выпивке я помню часто я тоже люблю приводить этот пример когда мы в мэрии получали поздравления от мэра по поводу дня медицинского работника и он поднял бокал и говорит что я хочу поднять бокал и выпить там за вас то официанты разносили моим коллегам мне тоже подносы с двумя видами бокалов один вид бокалов это было шампанское второй это был яблочный сок понимаете и люди выбирали причем я так с удивлением отметил что многие мои коллеги брали яблочный сок то есть вот когда нету принуждения когда есть выбор это хорошо ну надо опять же эту культуру развивать да то есть развивать культуру в том что для детей выбора не должно быть то есть у них выбор только в том что они не пьют алкоголь а вот подводить к тому что в нашей культуре не должно быть какого-то знаете специального алиби для того чтобы человек не пил чтобы он там отнекивался и его принуждали к тому что употребляет как часто принято говорить кто не пьет тот подлюка или тот шпион или больной и так далее то есть сразу идет такая дискриминация по признаку того что человек отказывается пить и человеку надо выдумывать что он беременная женщина может даже сказать у меня знакомая отнекивалась кто-то что он за рулем то есть это все уходит думаю все-таки в прошлое с развитием общества потому что мы тоже не все более толерантны к выбору способов питания много есть людей вегетарианцев например то даже когда приглашают куда-то уже говаривают что какие-то нужны блюда без мяса или предупреждают человека то есть так и должно быть толерантное отношение безусловно к тем кто не пьет не то что толерантно а в общем-то наоборот возрастать этот культ фактически такого неупотребления по поводу безопасности в первую очередь ну тут я просто хотел акцент сделать на психологическом таком моменте когда вот подростки когда экспериментируют с психоактивными веществами в том числе с алкоголем естественно и один из первых психоактивных веществ которые они чаще всего будут экспериментировать надо ну опять же подходить спокойно трезво разумно то есть вот я привожу третий тезис такой который не относится к алкоголю но относится посредственно конечно к алкоголю это вот слушайте так чтобы дети говорили и говорите так чтобы дети слушали причем это так называется один из бестселлеров известных известных людей учителей которые американских Фабер и Маслыш и они очень хорошо описывают вот эти подходы дружественные к детям к подросткам чтобы взрослые учились без конфликтов общаться решать конфликтные ситуации без скандалов с детьми и это будет способствовать развитию доверия уважения любви то есть конечно же атмосфера психологическая в семье в школе очень влияет на то будет ли ребенок пить будет ли ребенок напиваться вот и будет ли он так сказать уходить из дома и уходить из дома и физически и ментально то есть закрываться от взрослых и опять же ну тут много подходов есть психологических ищите их находите консультируйтесь с психологами психотерапевтами например рекомендуется интегрировать тему алкоголя в разнообразные учебные программы не только понятно в учебные программы но и допустим в разговор если где-то вы увидели статью которая вам понравилась например в журнале которая описывает проблемы алкоголя вы считаете что это необходимо ребенку вашему дать ему при случае говорить что вот мне это впечатлила статья почитай что ты какое твое мнение на эту тему или насколько она тебе понравится или когда идет передача по телевизору на эту тему если ребенок тоже с вами смотрит или посмотрел обсудить это или информацию какую-то обсудить с интернета то есть чтобы использовать какой-то повод но не навязчиво а чтобы это было действительно продолжение ваших доверительных отношений когда вы интересуетесь жизнью своего ребенка ребенок готов делиться своими впечатлениями то есть конечно это надо общую культуру развивать взаимоотношения коммуникации со своими детьми с подростками ну и вот это вот нулевая толерантность я почему об этом здесь говорю потому что есть такие движения трезвенческие и люди которые настроены резко негативно то есть они не мыслят и обвиняют других вообще что они пьют или продают алкоголь в общем они за полный запрет за сухой закон такие как я их называю экстремисты антиалкогольные экстремисты ну вот это все-таки я считаю нехорошая сторона потому что я например сам не пью и не выпиваю вообще уже со студенческих лет но я понимаю что в обществе если брать широко то надо шаг за шагом идти к этой цели там трезвого образа жизни да и трезвого общества и поставить себе цель там что мы сейчас через 5 лет или там буквально даже через 10 да сделаем трезвое общество ну надо быть реалистами то есть поэтому а вот это такое отношение ну конечно отпугивает людей то есть и видят таких энтузиастов которые ратуют только за трезвенческий образ жизни да и которые очень активны социально и видят людей которые там не интересуются и не не пробландируют то есть я к тому что опять же родители должны понимать что есть такие движения вот есть такие энтузиасты ну то есть не поддавайтесь сильному искушению так вот вовлекаться в это потому что это может вообще оттолкнуть детей да то есть пусть они приходят кстати некоторые вот дети приходят к этой вот трезвой жизни и трезвенническим таким движением именно в результате того что вырастают в семьях алкоголиков то есть испытав на себя все эти страдания и насилие в семье из-за алкоголя и скандалы и крах семьи они становятся такими абсолютно нетерпимыми к употреблению алкоголя вообще и сами там становятся трезвенниками полными ну так сказать да есть такое но как бы желательно понимать и и более в широком контексте это эту проблему ну общественный контроль над потреблением в чем его как бы основные тезисы ну мы знаем это так же как и с курением фактически очень перекликается ограничить физический доступ да то есть ну вот я вспоминаю что во времена Чернобыля это было продажа где-то с двух часов не помню там до 19 на 19 но в общем строго ограничено да очереди стояли да тогда рекламировали употребление там спиртных напитков в качестве профилактики радиации хотя на самом деле нету подтверждения этому но я к тому что были ограничения уже такие вот скажем ну вот достаточно жесткие как с нашей точки зрения на сегодняшний день больше сегодня у нас существует в некоторых городах ограничения продажи с 10 вечера до 10 утра в том числе ввели это в Киеве но в Киеве во-первых оспаривается это в суде решение во-вторых не во всех магазинах это придерживаются в маленьких магазинах например этого не придерживаются я удивился они говорят что да у нас нету этого ну говорят ведут мы конечно будем следовать но у нас разрешено в супермаркетах там ну как бы побольше или в супермаркетах там буквально чек не пробивали до 10 утра все алкоголь запрет то есть конечно же вот поэтому вот эти вот пункты которые прорабатываются сейчас активистами нашими по алкогольному движению очень важны запрещение продажи в киосках и магазинах площади меньше 45 квадратных метров ну это можно оговаривать там с юристами ну такая цифра звучала то есть чтобы в мафах не продавали алкоголь вообще ну запрещение распития в общественных местах у нас опять же существует но мало контроля над этим мало напоминания об этом там в парках еще где-то могут поставить в некоторых на входе там предупрежающие значки но так массово систематически нету этого нету рекламы этой социальной что запрещено распитие спиртных напитков там там и там штраф за это такой-то такой-то административный то есть нету такого запрет на продажу беременным пьяным ну это как такой как бы тезис который желателен в некоторых странах он просто практикуется поэтому ну чтобы мы с вами тоже обращали на это внимание может быть это еще не на времени особенно вот запрет продажи пьяным да вот в некоторых странах есть что даже в барах там в ресторанах обучают специально персоналу особенно официантов обучают тому чтобы они вот ну определяли где этот критерий да такой при котором уже они ограничивают продажу алкоголя своим клиентам ну контроль доступности да конечно контроль это здесь очень важно когда мы говорим о загражданстве регулирование числа официальных пунктов продажи да и ограничение числа лицензии даже были такие варианты чтобы писать там насколько жители выдавать лицензии на продажу алкоголя ну и одна из эффективных мер это поднятие цен на алкоголь вот например нас активно поднимали цены на водку в последнее время вот с первого числа снова подняли где-то пол-литровая бутылка сейчас стоит от 80 гривен и заметили специалисты что это привело к тому что уже такая мера привела к тому что люди больше меняют структуру потребления то есть больше не таких крепких напитков стали употреблять больше вина стали например покупать чем водки и крепких алкогольных напитков потому что у нас сейчас структура потребления не сейчас а вот лет если взять данные 5-6 лет назад в возовских материалах это есть у нас 60% потребления составляла водка крепкие алкогольные напитки где-то процентов 30 пива и вот там до 10% это вино например если брать ту же Францию то у них 60-70% из Западной Европы это все-таки вино вот потребление вина или пиво даже тоже высокий процент вот то есть это это тоже такое есть ну и мы с вами говорим о том что да запрет рекламы в алкоголе да это важно это наверное тоже одна из важных тем ну вот я часто когда говорю вообще о рекламе то привожу я как такой пример рекламы как раз вот тоже надо понимать да в чем ее привлекательность этой рекламы привлекательность в том что она очень качественно и профессионально сделана если вы обращали внимание да вот как рекламируется водка не рекламируется алкогольный напиток рекламируется что чисто прозрачная вода которая там отфильтрована так что ее прямо хочется пить да и отборное зерно то есть базовые потребности человека выражены в этой рекламе то есть человек просто ну не может без чистой воды без хлеба да прожить это все как бы вот из-за этого чуть ли не надо пить водку да чтобы чистую воду выпить то есть такой парадокс получается но он воздействует да у меня как рассказывал мой знакомый преподаватель медицинского колледжа говорит он смотрел рекламу водки потом не выдержал побежал купил эту бутылку потому что говорит ну просто так уже разрекламировали что это прямо какой-то там мальзам так это взрослый человек а среди молодежи и подростков они еще более уязвимы к рекламе и есть прямая связь между количеством времени проведенным за просмотром этой рекламы и употреблением алкоголя то есть прямая связь ну и кстати и подросткам это тоже часто я говорю как аргумент что алкогольная промышленность вас да завлекает вот нужно разбирать как раз суть вот этой рекламы в чем она вот там в мужской дружбе да показывает ценность мужской дружбы там вообще дружбы взаимовыручки вот чистоты и совершенство производства этого на котором все прямо самое-самое лучше и таким образом чтобы как-то поднимать сопротивление этой рекламе да и также есть вот интересные такие эксперименты когда наши вот коллеги из Британии рассказывали когда значит организовали вечеринку для студентов недалеко от их общежития это было в Британии там значит диджея пригласили такого известного бесплатный вход бесплатное пиво в общем прямо идеальные условия для студентов набился полный зал значит студентов играла хорошая музыка они танцевали им наливали бесплатно пиво и через час музыку остановили и диджея им объявил что вот за этот час вы выпили в среднем 2 литра пива на человека и пиво безалкогольное ну то есть было очень так наглядно показано что от этого атмосфера их праздника от того что там не было алкоголя не снизилось атмосферу они создали хорошую да и вот это отношение отношение к вечеринке к времяпрепровождению свободному это тут вот очень важно наглядно показывать поэтому и вот эти вот социальные такие подходы к молодежи у нас очень важны ну и значит фактически мы с вами в основном такие тезисы прошли которые я хотел вам донести сейчас я посмотрю что тут да вот спрашивают будет ли выкладываться данный вебинар будет да вот мне подсказывают что да будет выкладываться следите за информацией центра знаний так ну и пожалуйста если есть вопросы давайте задавайте я готов отвечать а а Продолжение следует... Например, молдавский видеоклип хороший по проблеме именно злоупотребления человека, который лишился семьи и карьеры из-за выпивки. Но я вас тоже хотел предостеречь еще от такого момента, что есть люди, которые такие рьяные трезвенники. И, может быть, даже из лучших побуждений они много мифов преподносят, таких, знаете, вроде антиалкогольных, но мифов. Так вот, я как раз и в презентации в одном тезисе написал, что пользоваться научно обоснованной информацией. То есть, конечно, искушение большое использовать такой образ, что человек напивается, и его нейроны растворяются в алкоголе и вымываются с мочой. Но все-таки надо доносить научно обоснованную информацию. И достаточно, я же говорю, аргументов таких, которые, например, я же говорю, вам приводил даже вот эту вот вечеринку, да, то есть уже такой показатель интересный. То есть можно более мягкими методами, но, мне кажется, не меньшее, а даже большее воздействие сделать. Потому что, если я все время пользовался такими сильными образами, то часто это приводит к такой глухоте уже подростков особенно, ну и молодежи. То есть люди уже не хотят вообще воспринимать аргументы. Им, во-первых, тяжело, и когда такое воздействие сильно эмоциональное, то человек перестает это воспринимать на себя. Понимаете, он пугается этой информацией, она его как-то удивляет, или он где-то даже если, особенно если он увидит где-то, что это все-таки не соответствует истине, или где-то им манипулирует, он воспринимает это как манипуляция с собой, понимаете. А кто из нас любит, чтобы нами манипулировали? Конечно, никто. И вот когда это чувствуется, человек может интуитивно чувствовать, а может просто быть грамотным. Ну сейчас, пожалуйста, интернет открыт, любой человек может читать возовские сайты, доказательные медицины. Причем мало того, британские, например, врачи, даже есть такая рекомендация о них, чтобы пациенты пользовались Кохреневской библиотекой. То есть это библиотека доказательной базы медицинской. То есть не только врачи, врачи это по умолчанию, а и пациентов они побуждают к тому, чтобы они пользовались научной информацией. То есть все к тому, что грамотность возрастает в людей, поэтому нам надо тоже быть в этом плане аккуратным. И в первую очередь, конечно, проявлять, ну если по отношению к детям, к подросткам, это вот такое сотрудничество, уважение, чтобы они готовы были и слушать нас тогда. То есть как бы это должно быть взаимно и желательно не так назидательно, да, как нам бы хотелось. Полезные дозы, да. Да, ну ошибки я исправлю, потому что это я переводил с украинского в основном, все тексты. Конечно, встречаются русские ошибки, я не привык на русском проводить презентации. Значит, существуют ли полезные дозы алкоголя? Ну вот я вам говорю, что этим тоже часто манипулируют, особенно там показывают какие-то исследования одиночные. Кстати, обратите внимание, что вот эти исследования о пользе алкоголя, они их очень преподносят, очень тиражируют, бывает, популяризируют, потому что хотят из них сделать такую сенсацию. Вот определили там, что вот такое вино, там такая доза, это вообще супер. Но очень много всего существует ограничений, и это, в первую очередь, ограничение касается того, что это одиночные исследования, или там несколько исследований. А то, что овреде алкоголя говорит, это мета-анализы, то есть это научно обоснованные статьи, которые уже систематизированы в целое сообщество статей и закономерностей научных. Поэтому, ну вот, например, там есть в некотором смысле, там есть польза, или точнее, что показано, что люди меньше, которым за 40, ну там между 40 где-то и 60 в такой возрастной категории здоровых людей, которые употребляют там небольшие дозы алкоголя, и в них меньше риск развития там сердечной недостаточности. Ну, например, там, да, такой тезис где-то. Но, понимаете, во-первых, попробуйте еще такую группу найти людей, то есть это фактически уже там предпенсионный-пенсионный возраст, здоровых людей, которые не пьют препараты никакие, которые при всех прочих равных условиях, да, то есть может быть они все-таки ведут более активный образ жизни вообще в принципе, может быть они социально более активны, да, то есть надо еще посмотреть вот эту составляющую, потому что насколько равные были условия для тех, кто выпивали, те, кто там не пили, да, может быть те, что не пили, у них большие проблемы с образом жизни, в негативном смысле слова. То есть, понимаете, очень много ограничений, и опять же, то есть общий тезис такой, что не доказано преимущество употребления алкоголя ни в какой возрастной группе. Нет такого. То есть для того, чтобы эффектом, например, получения там микроэлементов, витаминов, да, то для этого не надо пить алкоголь, как раз для этого надо здоровое питание, да. Для того, чтобы улучшить работу сердца, надо не подбирать дозы алкоголя, а надо двигательную активность увеличивать и сбалансированное питание, и бросить курить. То есть есть мощные факторы оздоровления, которые уже доказаны, которые постоянно подтверждаются, и манипулировать вот алкоголем, ну, здесь уже это никчемное дело. Поэтому дозы мы с вами не называем, да. Говорим, что чем меньше, тем лучше. Человек не пьет, молодец. Тот, который напевает, чтобы он как можно меньше пил и не напивался. Я вас вижу, что утомил, потому что что-то вопросы вы не задаете, уже ищете орфографические ошибки, значит, внимательно читали тексты, да. Это уже хорошо. Вот, ну, что вам еще показать, какие слайды. Да, вот. Ну, в принципе, если вы еще на связи, то, я же говорю, подумайте, что еще, на чем можно было сосредоточиться. Значит, я же говорю, по поводу таких научных ресурсов, видео, я вас в первую очередь отсылаю на сайт Всемирной организации здравоохранения. Поищите там русскоязычные, может быть, видеоролики даже есть, ну, информация там в русском языке есть. Потом, ну, англоязычная разнообразная очень литература, но в основном она для врачей хорошая, для работы по консультированию, вот, я использую. Хотя, конечно, есть и для людей, ну, обычных, это на сайтах профессиональных, обычно, там, Национальный институт здоровья американский, ассоциация по сердцу, да, ассоциация против сердечных заболеваний. Это сайты CDC, там тоже они подтянуты к ним много ресурсов и ссылок на другие хорошие источники, но CDC очень, да, мощный вообще сайт-ресурс, ну, там он англоязычный, да. Вот, ну, я считаю, что лучше покопаться в англоязычных, немножко там, конечно, будет проблема с переводом этих объемов, там унций в, там, миллилитры, да, там юнитов, вот, но сейчас, опять же, с использованием интернета это все доступно, нормально, не проблема. Главное, что там достаточно качественный материал, обычно собирают они. Так, с какого возраста начинать говорить с детьми о вреде алкоголя? Спрашивает Зинаида. Значит, знаете, тут трудно тоже определить, с какого возраста, да, потому что, с одной стороны, дети бывают уже в садике, играют в выпивку и в тосты, там, застолье, да, вот. Но, опять же, я думаю, тут не с какого даже возраста, а какой-то повод должен быть, знаете, такой вот, как говорят журналисты, информационный повод. Какой-то вот повод такой затрагивать, потому что в разном возрасте можно затрагивать эту тему, но, естественно, по-разному ее затрагивать, да, то есть не читать лекции, да, и вебинары, как у нас с вами, а какие-то достаточно реплики. Детям, конечно, в первую очередь, вот почему я про садик вспомнил, это же модель поведения взрослых они перенимают, да, то есть поэтому тезис для родителей, что желательно, чтобы вы меньше делали застолье с алкоголем при детях. Это, как бы, такая естественная рекомендация, с одной стороны, с другой стороны, понятно, что тяжело его бывает воплотить, но в то же время, ну, есть решения разные, да, дети там сажаются за отдельный стол, или при них не так это явно рекламируется алкоголь и так далее. А потом поводы могут быть, когда действительно вот ребенок вам, если в садике расскажет, что вот они там игрались в, не знаю, там, день рождения, то как-то можно наводящими вопросами, что узнать там, использовали они тему алкоголя или нет, и просто выразить там, соответственно, ребенку свое отношение к этому. То есть главное, чтобы ребенок воспринял сначала ваше отношение к алкоголю, что вы не хотите, вы там, например, сами употребляете, но вы не хотели бы, чтобы он сейчас там или вообще в жизни выпивал, или не хотели, по крайней мере, пока он еще не достиг там совершеннолетия, полноценной своей самостоятельной жизни, чтобы он пил. Ну, то есть какие-то вот такие установки, чтобы он от вас почувствовал или услышал в соответствии со своим возрастом, это будет уже хорошо. Вот, поэтому... А в подростковом возрасте, знаете, можно там какую-то дать, так, брошюру, там, или ссылочку на какую-то книгу, там, пусть почитает, там, сам даже поищет в интернете ее, там, потом обсудить с ним, что ему запомнилось или зацепило его. То есть вот как-то так. Или там с подростком уже можно обсуждать, какие у него друзья, то есть как они отмечают там день рождения, хотят ли они выпивку, вот. И вот как-то таким образом обсуждая это, все-таки показывать свои отношения или послушать ребенка, чтобы он сам вывод сделал о том, что это ему ни к чему, или оно не будет им помогать праздновать там праздник, день рождения, если будет алкоголь. Или там сейчас, не знаю, как, ну вот в советское время было принято выпускной вечер в школе, все, это, значит, будет попойка детей. Понимаете, дети во взрослую жизнь идут. Ну, сейчас тоже бывают там случаи, то есть еще традиции сильно не поменялись, но к тому, что, опять же, отношение родителей к этому надо позже подготовить, да, и чтобы они подготовили ребенка к этому, чтобы выразили свое отношение. То есть вот кропотливым таким трудом, но за один раз или какой-то рецепт универсальный не скажешь, что давайте вот 14 лет ему настанет, мы посадили глаза в глаза, да, и 45 минут лекции. Не получается так, не получается. Ну, вот вам еще такой под конец хочу пример свой привести. Вот для меня, например, был большим аргументом, ну, я уже был студентом, выпускником медуниверситета, я прочитал, как раз у меня практика была летняя в больнице, там на полочке в радиаторской нашел книгу «В плену иллюзий» Федора Углова. Это такой был выдающийся фактический хирург, который в Санкт-Петербурге оперировал до 101 года. Он пульмонологом был, хирургом. И он вот возглавлял в свое время трезвенническое движение. И он вот писал такие брошюрки, пропагандист был трезвого образа жизни, здорового образа жизни. И вот в его книжечке «В плену иллюзии» там я наткнулся на такой аргумент, что вы когда выпиваете, да, вы, может быть, по своему там характеру, по, так сказать, внутренним характеристикам не сопьетесь, будете умеренно пьющим, да, как говорится. Но вы создаете условия для того, чтобы те, кто с вами пьют, среди них, может быть, кто-то склонен к алкоголизму, и он сопьется из-за того, что вы создали условия. Ну, вот это для меня было, как, знаете, ну, такой последним каплей, последним аргументом к тому, что я вот решил, что не буду вообще пить, не буду создавать эти условия. И объявил своим друзьям в университете, первая реакция была, что, ну, все, распадается наша компания, раз ты не будешь пить. Вот, ну, то есть, в общем-то, это был действительно такой шаг, в общем-то, достаточно кардинальный. Ну, опять же, я к этому шел, мне нравился здоровый образ жизни, у меня мама всегда в семье, так сказать, внедряла какие-то элементы здорового образа жизни, папа был спортсменом, то есть, тоже, конечно, сыграло значительную роль. Ну, вот такой аргумент я для себя вот нашел, чтобы полностью стать там трезвым. Поэтому такое, знаете, я думаю, когда у человека общая культура будет, высокая образованность, да, то он больше будет склонен к все-таки такому безопасному образу жизни. Да, на здоровье. Если смогли так долго удерживать внимание, я понимаю, что, как бы, слави там такие не очень были, может быть, креативные, больше было информационное, но я хотел вам просто дать больше подходов, чем каких-то таких привлекательных сторон. Поэтому спасибо за ваше такое внимание, за ваш интерес к этой теме. Эта тема, я считаю, что будет еще долго актуальна. Поэтому пишите, давайте обратную связь в Центр Знаний. Читайте, кстати, на сайте Института социологии вот эти вот исследования по поведению детей школьного возраста. Там как раз графики хорошие, и инфографика, и данные, которые можно хорошо пользоваться. Это научные, репрезентативные выборки. Причем это международное исследование, поэтому можно эти исследования смотреть в контексте других стран. Как раз это хороший повод еще раз посмотреть статистику, посмотреть в динамике. Там собраны в динамике данные за последние, можно считать, 20 лет. Где-то с 90-х годов эти исследования в нашей стране проводятся. каждые 4-5 лет, по-моему. Поэтому пользуйтесь данными. Да, не всегда их просто интерпретировать, но хотя бы их знать, понимаете, чтобы не было у нас, опять же, какой-то спекуляции или в одну, или в другую сторону. Спекулировать не надо цифрами, надо их стараться понять, в первую очередь. и со специалистами консультироваться, чтобы увидеть закономерности. Ну, в общем-то, все. Вопросы закончились. Да, все, что можно выключать, да? Так, все благодаря.